добрый день мы основали новый блокчейн проект назвали его капиллярию я хочу призвать увлеченных энергичных и смотрящих в будущее людей присоединяться к этому проекту он построен на очень простой идее который правда не лежала на поверхности и его реализация решит одновременно несколько задач которые лежат на поверхности но решить который до сих пор никто не состоять начну с идеи идея капилляра как последние мили в транспортных цепочках цепочках доставки ну все мы представляем себе железные дороги которые перевозят чит много вагонные составы грузов значит десятки тысяч тонн наверное многие представляют себе морские контейнеровозы которые загружаются по месяцу по два и перевозят и то и больше они перевозят сотни тысяч уже вот ну конечно мы видим трейлеры которые бороздят дороги москвы и мкат и так далее которые везут в москву продукты и товары конечно мы видим газели и так далее для перевозки грузов зачастую используется несколько так говорят логистике модальности часть пути проходит железной дорогой часть автомобилем часть значит курьерской доставкой пешочком ногами вот это мультимодальная перевозка ну беда в том что мультимодальные перевозки заканчиваются на некой совокупности товаров которые еще подлежит распределению распространению обмену в рознице так называемый а вот наша идея состоит в том чтобы впервые построить целостные сквозные мультимодальные цепочки от больших размеров партии груза любых до точечно индивидуального товара то есть тоже груза но предназначенного адресно индивидуально и в любую точку страны независимо от ее удаленности и состояния дорог регулярности транспорта и так далее вот поэтому наряду с такими транспортными артериями коридорами и так далее значит благодаря этой идее будет реализовываться транспортная сеть с многочисленными капиллярами доходящими практически до любой малый значит любого малого города значит поселение деревни и так далее вот такая идея то есть построить прямую без опосредующих баз магазинов и так далее прямую поставку индивидуального покупателю товаров так называемых товаров народного потребления практически от производителя где бы он не находился производитель например в китае и где бы не находился потребитель например пенсионер в деревне хукуева ну понятно что логистические транспортные компании от такой задачи откажется и будут правы потому что для них это нерентабельно понятно что почтовая компания и подобный сервис от такой поставки откажется потому что ну перевозить большие партии партии грузов значит почта не в состоянии не имеет ни транспортных активов мощности не такого функционала вот значит вот такая идея к идее капиллярная доставка малых вплоть до малых адресных грузов ну в общем поскольку развивая идею поскольку такая штучная доставка будет ну как понимаем не только не очень дорогих товаров это могут быть и значит могут быть и дорогие и поэтому она малоприбыльно она низкомаржинально поэтому идея доставки встречаясь таким препятствием что каждый отдельный грузик грузик дотащить до пользователя и рентабельно большую наценку делать не конкурентоспособно поэтому мы умножаем эту низкомаржинальную доставку на миллионы получателей в российской федерации в одной только российской федерации 73 миллиона человек человек живет мало городах и поселках и значит соответственно это приличный рынок покупателей и получателей таких на товаров теперь какая задача почему благодаря блокчейну эта задача будет решена мы должны соединить не просто два реестра как в случае с убер реестра распределенного реестра перевозчиков таксистов так называемых и распределенного реестра потребителей пассажироперевозки то есть про пассажир в стубер соединяет их в точке пространства время во время мы же замахнулись на то что мы создаем систему таких реестров и платформу на блокчейне благодаря которой такой многократный многозвенный многозвенный убер соединяет вот эту длинную цепочку участники перевозки будут иметь совершенно разный правовой статус разную транспортную специализацию разные мощности транспортные и так далее но они все свяжутся в контракт по этой вдоль этой цепочки вот почему мы эту задачу ранее нерешабельную значит ставим на блокчейн хотим поставить каковы будут результаты такой работы такой платформы последствий положительные последствия но в первую очередь это увеличение вовлечение в оборот неиспользованных активов транспортных компаний это все невозможные недогрузы порожники значит обратные особенно значит обратные рейсы вот но и не только это включение спящих активов то есть малых малых средств транспортировки но вплоть до так сказать мопеда мотоцикла велосипеда и ослика вот эти эти значит технические возможности есть но они грубо говоря не осознают себя транспортными активами они осознают что они становятся такими перевозчиками благодаря этой сети капиллярио вот ну такой натуралистический простейший пример человек поехал из деревни в райцентр на своем значит москвиче 80 года выпуска вот и узнает через блокчейн что может забрать из райцентра значит посылочку с кедами и завести занести приехав родное село в соседний дом он становится перевозчиком понятно что даже если он заработает там 10-15 рублей или там значит ставит удовольствие соседу или соседке это неважно поскольку мы говорим о массовом таком рынке вторая задача очень значимая и актуальная для для россии это повышение качества жизни вот в этих всех регионах труднодоступных малодоступных и вернее для в регионах где современные блага цивилизации просто труднодоступны для того чтобы купить какую-то вещь надо ехать в райцентр еще какую-то вещь надо ехать в областной центр там интернет вот теперь доступ через интернет блокчейн к такому таким товаром станет актуально возможно вот третья задача которая проснется чуть более отдаленный период ну но недолгий буквально через год после запуска основных транспортных потоков это вовлечение инвестиционный оборот разных звеньев вот этих недоинвестированных активов то есть возьмет представление о том куда вкладывать деньги малому и среднему бизнесу кто-то кто-то купит на маленький каблучок и начнет включаться в эти в эти цепочки может этот каблучок купит складчину кто-то построит микро на халин там на на складик в райцентре холодильник или просто поставит купит и поставит постаматы в которых будут которые будут загружаться доставленные товары еще шаг рефлексии возникнет страхование таких микроперевозки так далее то есть постепенно классическая так сказать приличная легальная логистическая сфера распространится и займет все эти поры и капилляры нашего проекта подъем уровня жизни подъем значит при значит ввп в районах в областях и районах подъем инвестиционной активности и так далее вот я характеризовал как одна идея в общем не сложная но как я сказал вначале не лежавшая на поверхности и современные технологии значит блокчейна распределенных реестров а далее мы уже видим что это не просто распределенные реестры и даже не просто платформы а экосистема из всевозможных этих платформ и сервисов вот как эта простая идея и это современная технология реализует мне кажется даже неожиданно реализует очень крупные крупные и значимые задачи цифровой экономики социально-экономического развития и всего того что становится все более актуальным и ложится в основы стратегии развития страны вот призываю вас в этот проект включаться мы практически готовы может остался небольшие доработки к объявлению и все мы вплотную заняты выбором платформы для создания этой значит логистической платформы вот встречаемся с создателями таких значит технологий блокчейн с лейвстом и другими вот и уверены в успехе этого проекта присоединяйтесь